всем привет из северной колорайны короче лежу знаете так так только повернула этим хребтом но сразу шмыкает но вы знаете сегодня мне как-то легче все равно но целую ночь я крутилась и так больно короче чтоб перед крутиться на другую сторону надо пересилить боль ну ну я как бы более отношусь терпеливо ну вы поняли потому что если я вчера смогла почти целый день 7 часов двигаться через боль то я терпеливая к боли но все равно конечно но уже прогресс я могла просто лежат на боку и меня ничего не болело и могу могу перевернуться на живот и тоже ничего не болит ну то есть уже немного успокоилась и короче я вчера нашла это приписание врача то есть мне врачу даже не надо звонить я нашла карточку свою и короче там лекарство которое она выписывала она выписывала мне делали инъекции уколы но есть таблетки ну то есть эти самые лекарства в таблетках и там одно лекарство дорогое я помню что она как-то стоило что 5 ампул стоило короче что-то 300 гривен украине а тут я нашла 50 таблеток стоит 70 злотых что тоже не дешево 7 на 7 вообще 500 гривен в общем таблетки они конечно не там уже дозировка не знаю ну в общем там есть приписание и эти таблетки это добавка диетическая добавка это витамин b группы b и там целый какой-то комплекс ну то есть я конечно купила вчера витамины группы b но они наверное ну я не знаю чем они отличаются за так злотых и за 70 ну ешь наверное разница может там больше витамин ну короче не знаю и эти витамины оказывается надо оно там какой-то короче недостаток этих витаминов или что-то такое и я вот думаю не может ли быть это у меня от то что я принимаю диетическую добавку может она вымывает эти вот ну в общем не знаю не буду даваться я не этот не химик фармацевт короче не знаю но просто мне удивительно шоу каждый но 20 месяцев назад у меня было такой самый симптом и мне прокололи меня все прошло и от 20 месяцев ничего даже не беспокоило и я помню что тогда я сильно замерзла перемерзла квартире и тут я тоже под ведь под вечера по вечерам короче замерзала пока не включила батарею не догнала что надо это иногда так холодно короче только холода наступает сразу я почитала про радикулит это воспаление этих корешков нервов ну короче там одно еще одно лекарство ну вот это противовоспалительное тоже оно мне кололось хотя можно таблетки за это чего кололась для того чтобы их не манипуляционная не гуляла короче а чтоб люди стояли в очереди ну не такое ощущение потому что можно было таблетки назначить может их даже не было в аптеке не знаю короче ну потому что проще таблетки дома пить но для врачей важно наверно движение какое-то ну уколы тоже процесс манипуляционная должна работать же ну я так думаю ну короче есть эти в таблетках и при том что вот этот противовоспалительный вообще 5 злотых я на посмотрела по ценам если я найду его мне там зрительница посоветовала какое-то лекарство и в составе его есть вот это вот это лекарство что мне давали я думаю нафига мне пить то лекарство если я могу пить напрямую ночь то что в составе но это типа как ну короче основной компонент попробую сейчас сейчас немножко я тут по убирала потому что я знаю что когда начинаешь болеть еще начинаешь творить беспорядок то тогда еще больше болеешь короче я немного послаживала все и сейчас немножко поотдыхала и сейчас уже буду вставать очень тяжело то встать с кровати и делать какие-то ну в общем там где требуется движение вот это вот позвоночнике в поясничном отделе оно тяжело но сегодня уже легче все равно как-то и спала так классно и ну я же в эту шумову на животе лежать утром уже оказывается могу как оказалось и просто так хотела уже на живот перекрутиться потому что уже то на боку то на спине тяжело и есть хочу есть хочу короче надо что-то готовить ну вернее у меня то есть в морозилке много чего замороженного но хочется стоп стопчика короче и вообще у меня есть снимок спины позвоночника у меня там микротрещины диагностировали и я знаю откуда они эти микротрещины от тяжести которые в юности подымала сумки тяжелые никто мне тогда не объяснил что этого нельзя делать мама тоже сама таскала и все время то есть и короче киев помню такие тяжелые сунары с картошкой нафига не сдались пока не дошло уже потом это все равно все равно это это осталось вспомните как я ехала в польшу с какими сумками хоть и на колесиках там много было и на спине так что уже блин если короче просто уже нету тормозов уже если тяжесть ты я не осознаю там шоу нельзя там надо беречься берешь и тянешь все больше своего веса и ненужное так же как вчера можно было позвонить и сказать все я не могу я себя пожалеть но я пожалею о других потому что ну я понимала что никто не выйдет я так не могу короче поэтому стала собрала себя в кулаки и потянула ну сегодня уже я договорила все сегодня я спокойно за то что я никого не ущемила не обидела и короче все отлично так что надо идти купить таблеток тех и пропить можно наш пропуск попустит ну она может и сама пропустила но и мне как-то не хочется просто ждать надеюсь что она сама попустит все-таки лучше снять воспаление то и пропить этот витамин который тоже там что-то делает какая-то я уже забыла какая-то у него функция там вычищать и он кстати и для желудка этот витамин ну в общем короче там столько у него этих хороших качеств витамина группы б и он болючий помню и укололи мне в задницу такой болючий на тут таблетки блин может инъекциям и быстрее и лучше не знаю короче нет у меня возможности инъекции делать думаю таблетки будет то самое просто после еды и воды больше пить там у меня назначение прямо расписано еще там был вамилан но это для нервной системы у меня он до сих пор лежит упаковочка вчера выпила не месил ну он так еле-еле вообще них вина не помог можно сказать может чуть-чуть даже помог потому что сегодня же уже реакция пошла плюс еще у то витаминов b выпила ну короче так просто прислушаюсь к себе и думаю так шо предпринять как надо сделать не ответы выходят ты можешь что сделать а ты ему а теперь можешь что сделать а теперь то и короче вот так вот я и действую всегда ответы сами приходят ну главное немножко пригреблась потому что не люблю подал пораскидаю он даже вчера проскидала все и короче она потом лежит напрягает короче все я как-то женщина которая телефоном пользовалась два года и пленку не сняла таки я я думала шо это за такая херня какая-то думаю наклеили плохо а это просто снят надо было это типа как показывает что он новый никто им не пользовался ой короче это только я так могу ходить с пленкой возмущаться что она наклеена плохо так смешно короче он уже выпила выпила слава вот мексикан тэва и неуробион ну может будет не тэва но мексикан и на всякий слой а пока он тот что мне зрительница рассказала это моя карточка украинская такая со всякими снимками со всякими то у меня было после выкидыша было это киста которая рассосалась ну да это у меня пятка а сейчас вам покажу пяточную шпору а ну где она тут видите ну видно же говорю это мне киста а что-то она похожа на ногу но у меня там вот такая шпора отлично фотографии показывая свои а киста вот вот она есть у меня фотография сейчас если тут есть а а вот ну короче нихрена тут вообще непонятно шо это шо шо это такое дыра черная дыра короче ну вообще мне было в детстве карточка и и поликлиники конечно же потеряли а это уже как бы когда я сама уже жила я себе у меня вообще не одна такая карточка их триллион и у меня такое это такое отношение ко всему у меня чуть что забринит я уже к врачу иду ну то есть я не из тех людей которые что-то забринит я выпила таблетку и дальше гуляю у меня все четко кардиограммы анализы ой анализа вообще обожала сдавать я очень анализа сдающий человек ой короче сегодня конечно легче ночи не настолько хочу жрать шо выпью кофе так хочу жрать шо кофе выпил короче так шоу не думайте шо я не ответственно к здоровью я к здоровью ответственно а потом я еще могу долго лечиться по тому лечению которое мне единожды назначили и внедрять еще новые свои какие-то идеи то есть не просто так типа шоя от балды я все анализирую и короче я долго лечилась ну конечно корректировать надо я долго лечилась слушать а у кофе и счету бумажечку с чаем думал где же бумажечка ну пакетику то когда засовываешь короче долго лечилась одними таблетками и не всегда мне помогали только горло заболеть а потом перестали помогать потому что лекарства перестают помогать потом я долго мучилась горлом и последний раз я сильно сильно заболела вообще надо меня снять отдельное видео про то как я болела и сколько я лечилась и я уже в этом просто спец и я сдавала помню все анализы даже на гормоны я сдавала анализы когда мне было плохо я не знала шоу я была в больнице не тоже частый гость я там была своя вообще меня меня не хотели видеть врачи но это шучу конечно всем пофиг ходи ну просто я самый активный пользователь больницы скорая у меня была частым гостем и я очень чувствую свои организмы и понимаю и я очень трусливый человек я просто так всякую херню не буду принимать допустим к это кто-то мне скажет там ну что я чувствую что я не верю но я не буду это ну вот много зрительниц мне помогали реально допустим 1 подсказала этот жерело я его прочитала проанализировала и поняла что это классная штука потому что он для иммунной системы и он на травах и там нет ничего страшного все что не в аптеках этому я вообще не доверяю все что в аптеках я ему более-менее доверяю в польше тем более доверяю потому что тут все таки лучшее лекарство я считаю что тут лучше лекарство качественней но лучше конечно вообще чтобы ничего не беспокоило но не может такое быть наверное не такое может быть но надо просто быть сильно осознанным человеком чтобы ничего не болело и все было в норме вовремя все делать витамины принимать ну короче я на медицине как говорится слона сожрала и знаете я сейчас довольна что я пошла учиться в медшколу потому что мы врачи мой как врачи это круто блин мы учим анатомию учим действия даже лекарство и каких ну связанных там с нашей болезнью кстати мне мы это то что у меня заболела недавно и учили но плюс еще конечно надо самому понимать что у тебя потому что не может быть у всех поданного ребенку но мне знаете мне в чернигове что нравится что я там жила вот то что там очень много хороших толковых врачей реально это ну я не буду говорить о тех людях которым попались плохие врачи но мне попадались всякие но я тянулась к хорошему мне очень повезло мне попалась терапевт очень знающая женщина и изучающая хорошие врачи это те которым это интересно и они изучают новые лекарства они изучают какие-то европейские лекарства и они изучают комбинации как сделать чтоб ну то есть не может быть одно и это надо комбинация то лекарство делает то а то то ну то проталкивает а то раз русляк ну типа так и мне попадались много хороших я знаю хорошего аку автальмолога я знаю микрохирурга хорошего просто вообще сказочные врачи знаю терапевта хорошую я знаю невропатолога есть один хороший ну других я просто не знаю ну к одному тянутся люди значит но в общем и вот так вот по одному врачу конечно их не сильно так чтобы я знала прям но я просто уже сталкивалась я знаю что больница это рулетка ты можешь попасть как на хорошего врача так и не на очень хорошего не очень хорошая это тот кому это не интересно медицина вообще в принципе это тот который просто сидит за зарплату мне такие попадались которые лоры пожилые пожилой дядька который увидев что у меня в гландах гной он сказал просто полоскать каким-то средством и ну потом конечно у меня температура не спадала потому что если в гландах гной надо их чистить надо их вымывать оттуда ну это все но в общем и такие были шоу ну равнодушно то есть ты не чувствуешь у них даже глаза не горят у них нету интереса вообще а хорошие врачи есть но они к сожалению хорошие врачи едут в европу потому что там их больше ценят и платят человеческий фактор каждому надо кушать и жить также как мои зрительные зрительница лекари из украины тоже взяли переехали в польшу потому что тут лучше жизнь лучше ценят лучше платят ну а людям конечно уже приходится от этого обычным страдать потому что нас на уши маленьком городке тоже был хороший толковый врач и он уехал больше все до свидания потому что государство не ценило сейчас только начинает но я надеюсь что в нашей стране вернется все и все хорошие врачи набравшись опыта в европе видят что у нас в украине достойная зарплата для них она самая достойная зарплата должна быть у врачей учителей и военных военные охраняют врачи лечат учителя учат и самая должна быть достойная и должен быть отбор чтобы были люди которые это интересно с горящими глазами поэтому я надеюсь что нашему президенту удастся сделать так чтобы всех этих людей ценили они все повозвращались к тебе потому что все равно на родину тянет все ну не то что тянет все равно на родине ты дома ну допустим в общение где ты на своем языке разговариваешь тебе не надо чувствовать дискомфорт а произношение какого-то слова потому что ты типа все равно все хотят быть дома ну есть конечно что говорят что не но все равно все хотят хотели бы быть дома если бы были те условия на которые они приехали допустим польшу поэтому я думаю и я надеюсь что у нас в стране так все сделают шоу все будет правильно и тогда этим людям ни с чему будет жить в чужом краю они вернутся и так вот и будем жить счастливо блин этом сейчас такая красивая знаете такая прямо вся ваш я не знаю что может это витамин b меня так одушевляют я думаю а вдруг я пью только вайт комплект и это такой вайт как-то вымывает в витамина вообще просто надо пить витамина вот эти брать и пить их короче регулярно и с удовольствием потому что в организме нехватка от этого всего и поэтому происходят всякие такие фигни воспалительные вот так вот но надо подобрать комплекс комплексы и по отдельности каждый витамин как-то пить я даже не знаю надо найти грамотного человека который в этом уже разобрался и который может все рассказать как шоу пить и как ну чтобы поддерживать организм в том нормальном состоянии потом но реально я вот выпила две таблеточки этого б и короче б б и я чувствую такая мне сегодня какая-то бодрость я больше ничего не не принимала не знаю какая-то радость такая ну не знаю хотя мне вчера еще начала радость мне вчера была куча звонков звонок за звонком и мне как-то так стало хорошо короче с одной поговорила час другой поговорила час потом еще с по час потом еще час и так часа четыре этого разговаривала мне столько энергии наверно люди дали ну я не знаю наверно так видите сегодня у меня болтливость даже напала можно если я почувствовала это героиней короче как я вчера боролась с тарелками превозмогая боль да ну короче как то как то так так и живем впереди выходные хорошо сейчас надо идти в больницу в аптеку короче купите эти сейчас если обезболит вообще будет классно самое классно это когда ничего не болит это самое классное все остальное фигня когда ничего не болит это лучше всего так что лучше короче я не знаю всех подарков мира чтоб ничего не болело и чтобы у родных тоже ничего не болело и близких и знакомых тогда самое классно потому что все остальное вытягивает силой энергии и деньги вот так я выгляжу такая взбудоражена но такая полусогнутая взбудоражена кофе кофе итак пришла больная хромая зайка голодная я чё так ржу потому что меня отпускает с каждой минутой все больше и больше отпускает хотя я не особо это что принимала ну вот только но все равно я уже купила апокам хотела купить мелоксикам но она говорит у нас есть только апокам я думаю ну ладно тем более мне зрительница советовала его тут просто есть сколько-то грамм этого мелоксикама он мелоксикамум 75 миллиграмма ну короче а тех лекарств я покупала в украине нету но я думаю принципе принципе достаточно вот этого апокана 10 злотых 9 с лишним 10 таблеток я вспоминаю украине какие деньги потратила и и вот это витамин b просто витамин b тоже 5 злотых вот 15 злотых а в украине я тогда дала можно гривен 500 потому что то витамин b какой-то суплемент диеты он очень дорогой и там составе конечно много всего ну и витамин b в том числе но я думаю что раз я уже купила и тем более в аптеке тут нету тех лекарств не буду их нигде искать будут пить обычный витамин и этот апокам только поем бояще ничего не ела я думаю что комплексе она будет детства также как мне тогда кололи уколы просто есть такое что уколы конечно лучше усваивается и есть такое когда в аптеках лежат препараты которые надо продавать потому что тот витамин был хранился недолго у него срок был и врачам наверное все таки я думаю что надо было его продавать потому что я же никуда не пошла я пошла спустилась и купила в той аптеке где поликлиники ну попробуем он написал 20 одна таблетка каждые сутки пшечев болевый пшечев запальный ревматичный бокосностовой мясного хоробок зверо дневник ставок ну в общем вот такие препараты сейчас тогда эту витамину проглочу и надо 3 5 5 таблеток моем случае там и это очень дешево 15 злотых то есть 100 гривен и посмотрим тем более уже она у меня сама отходит еще конечно дергать там ну немного но уже конечно гораздо легче уже как вчера было так это не сравнить так что же я купила купила на 50 с лишним злотых на 56 96 купила пекинскую капусту масло я последнее время очень налегаю на масло я не слышу никогда не ела раньше так с удовольствием а сейчас потом яйца по 4 с лишним самая дешевая брала короче потом а два пончика курица четвертинку суп хочу селедки вот такие мать его с мать его с мать его с зуба огуркова и приправу взяла огуркову тогда она будет больше насыщена сначала сварю бульон я сначала отварю чуть-чуть мясо прокипячу потом солью воду потом ставят сварю бульон мясной а потом вот эту зубу и тогда она будет вкусной а так она пустая так хлеб рейский каша яглана вкусная каша будет с маслом это вообще может быстренько сейчас каши сварю и каша ячменная так потому что у меня уже нету ничего и помидоры конечно же как же без помидоров подымаешь тяжело так сейчас по ценам это магазин топаз у меня тоже поблизости никуда не хотя каша риса на ячмена 269 каша с к яглана 389 яйца 429 капуста пекинская 250 помидоры аж на 1055 но он пасим 99 масло 889 чвардка курсице 241 пончики злоты 90 у короче 399 за 2 филе это селедки 589 суп 619 хлеб 369 зуба хортекс а еще не вижу зубы а есть зуба я к у мамы огуркова 399 и зуба 619 ноция приправа и кусками короче вот такие покупки на 56 злотых но меня радует что лекарство так не обходится как в украине потому что в украине конечно аж сжимается все внутри когда тратишь 300 гривень там 500 600 на лекарство то конечно ну конечно так что я сама и там зрительница посоветовала и я проанализировала назначение врача и короче а если пошла в больницу может меня там выписали тоже в больницу я пошла 200 злотых сразу прием это только прием еще ничего не назначу потом бы назначил лекарств может или не назначил он бы лекарств он был послал меня на мрт и на узи ему то шо у его есть план как она работает все как она по-нормальному надо делать у нас есть знание себя это что врачи конечно хорошо и все хорошо но надо еще голову включать и лишний раз не тратить свой бюджет и короче просто я знаю что наш организм склонен к самовосстановлению к самоударению любая допустим даже любая пустота заполняется любое если допустим есть случай я знаю в кинезе терапии что если сломан позвоночник то можно восстановить функциональность человека потому что организм начинать как-то обходными путями действовать ну то есть он всячески старается извернуться организм чтобы дальше функционировать поэтому лишний раз к врачам не надо ходить врачам надо ходить если действительно надо действительно вы не знаете что делать и вас такого не было первый раз тогда надо ходить если это не первый раз это уже что-то такое хроническое вы знаете после чего она бывает от чего вам делали назначение то лишний раз лучше не бегать, тем более, что в Польше тут вообще, конечно, цены на это все, есть бесплатная тут, ну, и со страховкой есть вот это МФЗ, но там тоже свои приколы, преимущества, минусы, там надо все знать, надо знать, когда записаться, чтобы пойти, потому что так просто не пойдешь, что пришел и давайте мне тут везде очереди, и люди, я знаю, поляки платят, частным врачам, потому что все равно нету смысла ждать бесплатного этого, поэтому я вообще хочу, я уже так проанализировала, все послушала, и много где слышу вот этот НЛМЭД, где я зубы ходила, ну, консультировалась, то много где слышу НЛМЭД, НЛМЭД, ну, то есть хорошая клиника, и надо там просто узнать, сколько у них стоит пакет обслуживания у них, ну, то есть там ездишь, эти пакеты, где ты покупаешь, и тебе есть какие-то возможности лечения, то есть надо прийти и узнать у них, сколько у них стоит, чтобы самому от себя покупать, ну, месяц может быть оплата какая-то, я не знаю, ну, так как в ЗУСе 500 злотых, может тут тоже какая-то оплата, я не представляю, сколько там может быть, может тоже 500, может скажут больше, если больше, конечно, это уже немного, лучше тогда отлаживать это 500 или тысячу отлаживать каждый месяц, просто когда что-то случилось, тогда пойти и это все лечить, ну, если серьезное что-то, ну, мне хотелось бы прикрепиться к какому-то медицинскому центру, чтобы в случае чего я могла туда звонить и консультироваться хотя бы удаленно, чтобы я не бегала, а как в растерянность, а чтобы я знала, что там я могу по тому и по тому, по тому, может, надо, короче, это узнать, просто пойти, поехать там, где я даже была, последний раз делала эти, на диск, фотографии свои, пасть, то надо туда съездить и узнать, сколько у них, что стоит, может, что-то в ней под силу будет, может, какой-то минимальный пакет, ну, в общем, не знаю, хотя бы какие-то консультации с врачами, не знаю, короче, вообще, надо хорошо зарабатывать, отлаживать большие суммы денег, чтобы был какой-то капитал, и в случае чего ты тогда будешь везде кум-королю и сват-министру, деньги решают все, в случае чего можно в любой момент в Польше полечить что угодно, ну, если заплатить, без проблем, ну, не так ли, не кодок-то, везде, вот, допустим, зубные врачи очень даже быстро, я считаю, это недолго, неделю ждать там, частные врачи всегда с удовольствием тебя примут, и так же, как в Украине, точно так же, просто, что надо баблишко, чтобы было, и уже не такое, как в Украине, ну, тут же и зарплаты соответствующие, поэтому все нормально, ладно, будем, короче, варить что-то, кашу сейчас, наверное, и суп поставлю вариться, потому что жрать хочется, как когда-то болела там дома мама, вот, если я без аппетита, то плохой признак, а если я вот есть хочу, она, о, голодная какая, а не, больная, больные не едят, а знаете, я часто болела в детстве, и всегда лежала в больнице, и мама приносила мне самое лучшее, ну, там, колбасы, там, сыр, а то, что мы в обычной жизни не могли купить, в обычной жизни, простой, а когда в больнице, конечно, покупалось, я так любила из-за этого больницы, потому что там всегда самое лучшее, нахрена мне тут дома, если в больнице так классно лежишь, тебе приносят торбу, ты лежишь, жрешь, читаешь книжки, лежишь дальше, рисуешь, красота, а в детстве, в 10 лет, я лежала в больнице, и боялась на уколы ходить, а потом, когда я осмелилась, пришла, сняла штаны сама, то всегда плакала, не шла, а на Гальтовом уже закончили уколы делать, обидно было, а еще в каком-то возрасте я не ходила из больницы уходить, ну, меня выписывали, я говорю, я не пойду, перед Новым годом меня выписывали, я говорю, я не пойду, тут будет елка, я никуда не пойду, у нас такое было отделение детское классное, на стенах были картины с доктора Айболита, огромные такие, ну, большие такие картины, и с эпизодами, добрый доктор Айболит, и были маленькие надписи, и вот мама обычно детей маленьких носили на руках, читали эту сказку, и мне так нравилась эта больница, она такая была приятная, и так было там хорошо, много детей, всегда весело, что я говорю в один момент, не, говорю, меня выписывают, говорю, я не поеду, тут будет елка, Дед Мороз, не поеду я домой, потому что я все детство болела, у меня было постоянно отравление, ацетон повышался в крови, и воспаление легких, бронхит, вот это все время у меня было воспаление легких, такое очаговое, что не могли вылечить, еще же советская медицина, таблетки, помню, приносили в пакетиках, три раза в день, и, короче, заставляли их выпить, но когда был взрослый, то не заставляли, а мама часто выкидала таблетки, потому что очень много было антибиотиков, всего этого, может, потому я и вылечиться не могу, потому что мама их укидала, чтобы я меньше химии ела, ну, в общем, мама хотела как лучше, поэтому я думаю, что, и потом она, помню, меня опичкала этим, алое, алое нарезанное, заставляла есть, а сейчас я читаю, говорят, нельзя алое есть, оно там ядовитое, ну, видимо, яд меня не убил, но помню, она мне заставляла, говорит, жри, убью сейчас, с медом перемешают куски, куски алое, и ешь, она сразу сводит все, и, ну, и тошнит, и, короче, плохо, ешь, и, говорит, что вылечили тогда от воспаления очагового, ну, которое мне было, потому что она не знала уже, что со мной делать, и кашель, постоянно помню, только целую ночь кашляю, спала с мамой, помню, и кашля, и кашля, она, не кашляй, бы убью, очень весомая угроза, я уже не знала, она же душит, бронхи эти, вылазят наружу, короче, так что больница была мой родной дом, я оттуда не хотела уходить в детстве, потому что там было прикольно, всегда, а потом уже старше стало, тоже лежишь в больнице, тебе приносят вкусняшки, лежишь, жрешь, короче, дома хрен тебе, суп ешь, каждый день, а в больнице самое вкусненькое, приятненькое, конфетки, колбаса, дома такое, не поешь, поэтому выработалось четкое понимание, что больница это хорошо, это очень хорошо, и потом не хотелось реально, по месяцу лежала, и не хотелось в больнице уходить, так классно там было, маме не классно покупать это все, тратить, короче, на лекарства и на жрачку, так что такие это дела, ладно, хватит, сегодня уже болтливая, вообще, может это точно витамин, действует, так что у меня столько, энергии, Я совсем место. Я еще и не могу, я понимаю, я, Субтитры создавал DimaTorzok